Сегодня 15 марта Потомственный почетный гражданин Илья Кавригин Мариинский приют просуществовал в Самаре до 1918 года 15 марта 1895 года Министерство внутренних дел утвердило устав Самарского общества велосипедистов-любителей Целью его было названо распространение велосипеда Как приятного и полезного средства передвижения Самарцы по натуре своей очень любили спорт и различного рода соревнования Новые веяния приживались в городской среде очень быстро Так случилось и с велосипедом Стоило этой новинке в конце 19 века получить маломальское распространение в Европе Как первые бастроноги, так переводится слово велосипед с латинского Появились и в Самаре И почти сразу же увлечение двухколесной педальной машиной приняло массовый характер На велосипедах ездили буквально все От непоседливой молодежи до чопорных отцов семейств Они раскатывали по самарским улицам вместе со своими женами Тем временем в Америке испытывали еще одну ноу-хау Так называемую движущуюся лестницу Эскалатор 15 марта 1892 года Американский предприниматель Джесси Рено Получил патент на чудо-лестницу Прототипом ей послужила обычная конвейер-машина непрерывного действия Для перемещения различных грузов В Советском Союзе первые эскалаторы появились в 1930 году Когда речь зашла о сооружении метро в Москве 15 марта 1923 года Губернский отдел народного образования принял постановление Об открытии в губернии воскресных школ для взрослых Здесь обучалось грамоте прежде всего взрослое, сельское население края Так как у городского мало-мальское образование все-таки было Многие крестьяне шли в эти школы с охотой И буквари были в то время на расхват После выхода в 1919 году декрета О ликвидации безграмотности населения РСФСР В России начался настоящий издательский бум по выпуску букварей Они были рассчитаны на самые разные слои населения И прежде всего на крестьянских детей Выпускались буквари специально для взрослых Например, учебник к свету содержал множество народных пословиц и поговорок А букварь «Далой неграмотность» был наполнен агитационными лозунгами Покупатель всегда прав 15 марта все прогрессивное человечество отмечает Всемирный день защиты прав потребителей В России этот день получил признание в 1992 году После принятия закона о защите прав потребителей Сегодня с днем рождения поздравляют Ирину Цветкову Председателя Самарского отделения Союза журналистов России 15 марта 1924 года родился народный артист Советского Союза Известный актер театра и кино Владимир Самойлов Большой любовью зрителей пользуются его герои Свадьбы в Малиновке, Премии, Отцах и Детях и многие другие Леонида Янгибарова называли «клон с осенью в сердце» Жонглер, акробат, мим и одновременно удивительно лиричный клон Родился 15 марта 1935 года В этот же день появился на свет писатель Умеющий просто и сердечно говорить о русской глубинке Валентин Распутин Не забудьте поздравить с именинами Арсения, Николая и Василия В народном календаре 15 марта день Федота Ветроноса Существовало когда-то поверье, что на Федота все подземные ключи закипают Выливаясь на землю последней оттепелью А если вместо ожидаемой оттепели мороз случался Вздыхали, сокрушенно разводя руками Федот, да не тот Но еще больше огорчений приносили сильные ветры и снежные заносы Ведь если Федот злой, не быть с травой Каким будет 15 марта, такое и лето Продолжим листать календарь завтра До свидания